Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешиа и в начале коротко о некоторых темах выпуска. 60 миллионов гостей и 50 миллионов курортного сбора. Деньги потратят на благоустройство курорта. Итоги сезона обсудили народные избранники. 95 лет назад в Сочи начали собирать архив. Сегодня это 200 тысяч единиц хранения. С днем рождения архивариусов, поздравил глава курорта. Компьютеры вместо бланков. Сочинские школьники ЕГЭ по информатике в этом году напишут в новой форме. Сегодня ее протестировали в нескольких школах города. Финские инвесторы готовы разместить свои предприятия по переработке твердых бытовых отходов на Кубани. Об этом иностранные бизнесмены заявили на встрече с главой региона. Дальнейшее сотрудничество Вениамин Кондратьев обсудил с послом республики и представителями финских компаний. Европейская страна славится своим отношением к окружающей среде. Лишь 3% мусора отправляется на свалки, остальное перерабатывают. Опыт Финляндии может оказаться полезным для нашего региона, отметил губернатор. Ежегодно на территории края образуется около 2,5 миллионов тонн ТБО. Чтобы решить проблему с переработкой мусора, необходимо строительство семи межмуниципальных полигонов. Финские компании рассказали о своих путях решения проблемы и презентовали свои проекты. Краевые власти предлагают для строительства полигонов участки в Брюховецком, Тбилисском и Новокубанском районах. Вениамин Кондратьев обратился к представителям компании и отметил, что в регионе готовы рассмотреть все их предложения. Утилизация твердых бытовых отходов и переработка. Вот это сегодня проблема, которая очень сильно актуальна для нашего региона. И мы сегодня активно занимаемся ее решением. Поэтому, я думаю, вот те проекты, которые мы сегодня можем обсуждать и находить решения в этой плоткости, для нас принципиально важны. То есть нужно отказаться от этих полигонов, говоря в простонародье свалок, потому что ничего хорошего в будущем, да и сегодня уже от этого нет. Мы готовы предложить ряд площадок для строительства непосредственно финскими компаниями заводов по переработке, утилизации твердых бытовых отходов, попросту говоря, мусор. Я полностью согласен с вами. То, что нас интересует и наши компании. Я думаю, что мы хотели бы сделать прорыв где-то, создать такой хороший пример в этой отрасли, который дает вам эффект, реально решает ваши проблемы. Глава региона поручил профильным ведомствам детально изучить все предложения. В свою очередь, руководители финских компаний отметили, что заинтересованы в сотрудничестве с Краснодарским краем. Лучшие пляжи, наиболее комфортные гостиницы и самых вежливых горничных сегодня назвали в Краснодарском крае. В Геленджике подвели итоги конкурса «Курортный Олимп». В 17 номинациях приняли участие представители туриндустрии Кубани. От небольших кемпингов до отелей все включено. Победителей лично поздравил и наградил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что курорты края в этом году приняли рекордное количество отдыхающих, что само за себя говорит о качестве туристической отрасли. Практически 16,5 миллионов отдыхающих и туристов уже посетили курорты Краснодарского края. Коллеги, это результат. Наш край не только житница, но и лидирующая здравница нашей страны. Спасибо вам еще раз. И за рекорд тоже. Благодаря вашей успешной работе, коллеги, на самом деле мы заняли первое место в России среди регионов по развитию внутреннего туризма. Это объективный результат, очень серьезный результат. Но количество отдыхающих и туристов к 2030 году должно составлять не меньше 22 миллионов в год. Если подойти последовательно, грамотно, создать систему, которая позволит нам никому не отдать свои лидирующие позиции на курортном Олимпе страны, а может быть подбираться и к мировому курортному Олимпу. На участие в курортном Олимпе в этом году было подано 260 заявок. Это вдвое больше, чем в прошлом году. За время проведения, а это уже 13-я церемония награждения, конкурс стал своеобразным Оскаром в отрасли туризма. Экстренное предупреждение от регионального МЧС России. 30 ноября, 1 декабря в горах Краснодарского края лавинно опасно. Также метеорологи предупреждают, что до 18 часов 1 декабря на территории Сочи ожидаются усиления ветра, порывы могут достигать 17 метров в секунду. Утром и днем в первый день зимы на курорте местами сильный дождь. Спасатели просят принять все необходимые меры предосторожности, а именно не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. В случае происшествия звонить с мобильного телефона по номеру 112. И продолжаем выпуск. Сочи принял около 6 миллионов гостей и собрал 50 миллионов рублей. Таковы итоги курортного сбора. О работе санаторно-курортного комплекса города, основных задачах по повышению качества, говорили на профильном комитете городского собрания Сочи. Тему продолжит Татьяна Говоркова. Летний сезон в этом году прошел успешно. В Сочи отдохнули около 4 миллионов человек. С начала же года количество гостей составило 6 миллионов. Впереди еще зимний сезон, который, по прогнозам, примет еще около полутора миллионов гостей со стопроцентной загрузкой объектов размещения. Говоря о работе санаторно-курортного комплекса города, участники расширенного заседания профильного комитета подняли вопросы о курортном сборе, который впервые был введен в этом году и показал хорошие результаты. На сегодняшний день город Сочи лидирует среди всех муниципальных образований Краснодарского края по этому направлению. По состоянию на 1 ноября город Сочи собрал уже порядка 50 миллионов рублей. Мы уже превысили наш план на 35%. Эти средства будут потрачены на благоустройство курорта, на что конкретно решается на заседании профильных комитетов, а потом предложение выносится на рассмотрение мэра и депутатов городского собрания Сочи. Санаторно-курортного комплекса подготовка к следующему летнему сезону, в основе которого должны быть не только хорошие показатели, но и качество. Акцент ставится на сервис, услуги и природоохрану. Мы сегодня говорим о конкурсе, который мы будем планировать между здравницами на содержание территорий. Не только удивлять там морем, это отдельная огромная тема, мы и занимаемся. Но и вот уют, внимание, наша сочинская природа. Город вошел в пятерочку, надо этому соответствовать. У нас есть департамент по охране окружающей среды. Мы совместно с ним проведем мониторинг всех территорий рядом с здравницами. Где есть эти моменты, где что-то не работает, где какой-то выброс не тот, где еще что-нибудь, как уберечь от предстоящей там или возможной какой-то аварии. Потом все это сформулируем вместе, сделаем материал интересный, общий. И на совместном комитете городского собрания по ЖКХ с приглашением департамента по охране окружающей среды мы вместе будем принимать решения. Еще одна задача на лето – благоустройство пляжных территорий. Новая концепция пляжного оборудования, благодаря которой награду «Голубой флаг» смогут получить большее количество пляжей. Обновленный каталог пляжного оборудования был презентован арендатором и руководителем санаторно-курортных организаций накануне в мэрии. Все вопросы, поднятые на расширенном заседании профильного комитета городского собрания Сочи, будут дорабатываться и решаться до марта. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 1 декабря в Сочи переменная облачность. С временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14, днем 13-15 градусов выше нуля. Стильные аксессуары в салоне-магазине «Куранты». Брендовые часы «Швейцария», «Япония», «Россия». Изящные женские, классические мужские, топовые и молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Стоматология доктора Куликовского. Компьютерная 3D-томография. Инновационные технологии лечения под микроскопом. Команда профессионалов которой стоит доверять. Часовой салон-магазин «Куранты». Штрих вашего стиля. Широкий выбор. Доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53. ЦУМ. 2 этаж. 8-918-3243. Сервис. Опыт. Технологии. Но самое главное – мастерство. Со следующего года работники смогут получить освобождение от работы на один день в раз в три года для прохождения диспансеризации. Работники предпенсионного возраста – два рабочих дня каждый год. В связи с этим количество оплачиваемых дней отпуска россиян изменится с 1 января. И это связано с тем, что в 2019 году вступит в силу закон о диспансеризации работников. И с 1 января работодатель должен предоставлять работникам один выходной для прохождения медобследования. В трудовой кодекс уже внесены изменения, которые упростят этот процесс. То есть теперь работающему человеку не нужно брать отгул или отпуск. Работодатель будет обязан отпустить его с сохранением заработной платы. Ежегодно примерно полумиллион россиян ставят диагноз «онкология». Порядка 280 тысяч в год граждан уходят из жизни из-за этой страшной болезни. Между тем, при раннем выявлении как онкологических, так и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваниях легких и сахарном диабете, врачи дают благоприятные прогнозы. Именно на это направлена диспансеризация, которую может пройти любой гражданин России бесплатно раз в три года. Сочинская архивная служба отмечает 95-летие. Она была образована 1 декабря 1923 года. За 95 лет существования архивариусам удалось сохранить уникальные и ценнейшие для истории курорта документы, фотографии и даже киноленты. Сегодня в администрации города прошло торжественное мероприятие архивариусы, которые фиксируют историю в деталях и придают ей математическую точность. С праздником поздравил глава Сочи Анатолий Пахомов. Ровно 95 лет назад в Сочи был собран и систематизирован городской архив. Сейчас он является одним из крупнейших в Краснодарском крае. Сочинская архивная служба включает в себя 10 специализированных секций и насчитывает более 200 тысяч единиц хранения. Это и фонд фотодокументов, газетные подшивки, киноленты, личные фонды известных сочинцев и государственных деятелей города. Наиболее ценной здесь считают коллекцию церковных метрических книг, где зафиксированы данные о переселенцах в Черноморскую губернию и ее коренных жителях. Данные более чем за вековой период стали его основой и база пополняется с каждым днем. Мы стараемся использовать документы активно, широко, всесторонне. То есть мы пишем статьи, выступаем на радио, на телевидении, делаем выставки различные в интернете, фото-выставки. Помимо своей миссии по сохранению истории города, услугами организации также пользуются и в повседневной жизни. Ежегодно здесь выполняют десятки тысяч запросов. Наш архив объединяет архивы всего Большого Сочи. То есть в июле 2016 года в состав нашего архива вошли архивы Лазаревки и Адлера. И ныне в архивных фондах находится почти 265 тысяч единиц хранения. Сейчас Сочи переживает новый исторический этап своего развития. И те документы, которые появляются в процессе этой работы, это тоже наследие. Сегодня город живет новой жизнью. Мы вносим определенные изменения в жизненный ритм города, в его статус, в его положение. И те документы, с которыми сегодня вы работаете, спустя 10, 15, 20 столетия, опять же нашим потомкам будут доставаться уже как архивные исторические материалы. И они будут смотреть, оценивать наш с вами труд. Сотрудники архивной службы города, а также архивариусы других предприятий получили сегодня в свой адрес много теплых слов и поздравлений, а также грамоты и благодарственные письма от имени мэра и председателя городского собрания Сочи. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинские школьники ЕГЭ по информатике в этом году напишут в новой форме. Сегодня ее протестировали в нескольких школах города. Нынешние выпускники школ в 2019 году ЕГЭ по информатике будут сдавать на компьютерах, а не на бумажных бланках, как это было ранее, и как пишут этот тест по всем другим предметам. Для сдачи экзамена был разработан специальный программный комплекс, который сегодня сочинские школьники и протестировали в рамках тренировочного экзамена. Ребята экзамен, контрольно-измерительные материалы получают непосредственно в компьютерной форме, работают в компьютере, и обработка будет производиться соответствующим образом. В 2019 году мы пробируем эту форму, и ориентировочно в 2020 году она вступит в штатный режим, и все выпускники, выбравшие ЕГЭ по информатике, будут проходить экзамен в компьютерной форме. В тренировочном экзамене участие приняли 30 выпускников. Он состоялся в двух школах Сочи. А вообще подобное тестирование прошли школьники по всей стране, те, кто планируют этой весной сдавать ЕГЭ по информатике. Надо отметить, что профессия программиста сегодня в числе престижных и высокооплачиваемых. Но, несмотря на это, ЕГЭ по информатике выбирает совсем небольшой процент сочинских школьников. Из двух тысяч выпускников всего порядка 140 человек сдают госэкзамен по этому предмету. Сочинские школьники готовятся к Кубку Европы под дзюдо. Туда поедут два адлежских спортсмена – ученики детско-юношеской спортшколы номер 10. Один из них – Матвей Карась. Под руководством своего тренера Александра де Муры он уже 8 лет оттачивает свое спортивное мастерство. На прошедшем в ноябре первенстве России Матвей взял бронзу весовой категории до 73 килограммов. В будущем я хочу поехать на Кубки Европы, которых набрать нужно рейтинг. И уже после того, как я наберу рейтинг, могу выступать на Европе и на мире. Также выполнить хочу мастера спорта. Сейчас Матвей готовится к выступлению на Кубке Европы под дзюдо, который пройдет в Испании в феврале. Параллельно с ним к турниру готовится и Анастасия Бажок. Тренер вместе со спортсменкой уплотнил график занятий. Каждый день у нас тренировки, мы точим технику, учим новые броски, приемы. И он возит сюда на любые соревнования, так как хочет, чтобы я многого добилась. И сейчас, если я попадаю в тройку на Кубке Европы, я захожу в сборную России под дзюдо. Предстоящие соревнования – это отбор на мир под дзюдо, а также на европейские юношеские олимпийские игры. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...